Продолжаю свои эксперименты с особенностями моей новой фото-видеокамеры, хотя она не новая, естественно, Fujifilm X-T2. В частности, экспериментирую с записью напрямую с камеры на компьютер. Для этого приобрел HDMI-свисток, который связывает посредством кабеля камеру с выхода HDMI на USB-вход компьютера. Подключил к своему компьютеру, опробовал. Но так как компьютер у меня старый, система у меня не тянет даже в режиме Full HD, к сожалению. Ну, что делать? Для меня еще вторая мысль, которую я хотел получить, второе качество, которое я хотел получить. Мне было важно, чтобы я мог контролировать свое изображение. Вот сейчас на экране монитора, который стоит сзади за фотоаппаратом, я вижу себя, вижу прекрасно, вижу фокусировку, вижу позиционирование. Мне очень удобно стало. Поэтому я доволен, что у меня появился вот этот выход на монитор. Ну и в частности, раз есть выход на монитор, я попытался попробовать камеру в режиме веб-камеры. Она подключается, она работает, но... Я получил опять очередной интересный опыт. Я подключался к различным сайтам, я подключался к различным страничкам и, как традиционно, вернее нетрадиционно, но можно, попробовал на страничке в чат-рулетке. Ну, что могу сказать? Изображение там есть, изображение качественное. Как веб-камера, она подключается. Единственное, что сжимает изображение с боков почему-то. Даже изображение 4 к 3, или 3 к 4, оно все равно сжимается, не воспринимается как нормальное. Но, в процессе настройки камеры, то есть я неаккуратно включил еще служебную информацию на экране, и меня мгновенно чат-рулетка забанила в режиме, что у вас неправильно, или как они пишут, постороннее изображение. Есть лицо и есть плюс еще буковки. Вот эти буковки являются посторонним изображением. Что за алгоритмы чат-рулетки? В общем, помойка в своем репертуаре. По крайней мере, если вы попытаетесь аналогичные процедуры провести, вы должны быть готовы, что чат-рулетка отреагирует аналогичным образом. Аккуратнее надо было. А так, во всем остальном, я доволен этим приобретением, я доволен этим режимом, я доволен возможностью общаться и контролировать свое изображение на мониторе. Хотя, скажу честно, для качественного звука изображения картинки надо все-таки иметь целую студию. И вот только студия с постоянным своим расположением, с постоянным своим размещением позволит вам без проблем каждый раз включаться, без проблем каждый раз записывать те или иные ролики и быть довольным полученным результатом. Вот как-то так малята.